Один слушатель моих разборов 19 задачи в Школково мне предложил решить задачу x в x минус первой степени равно 2. Я говорю, ну, x равно 2, говорю. Капитан Очевидность говорит, что x равно 2 это решение. А все ли это решение, спрашивает он. И тут я осекся. Потому что непонятно, что происходит при x между 0 и 1. При x меньше 0 уравнение не имеет смысла, потому что отрицательное число в отрицательную степень мы возводить на самом деле не умеем. Вот, там, получается, мы обламываемся на корнях, там, если степень, отрицательная степень такова, что там возникает корень, то мы ничего не можем сделать. В общем, ясно, что задача поставлена для неотрицательных чисел. Вот, и, соответственно, x, даже x больше 0, потому что 0 в степени минус 1 тоже как бы что-то такое, 1 делить на 0, бесконечность. Вот, то есть надо найти все неотрицательные x такие, что x в степени x минус 1 равно 2. Ну, одно угадывается, да. Это действительно двойка. Но вот что с остальными происходит? Ну, так, не вполне понятно, что происходит между 0 и 1. Ну, и вот я, собственно, решил это проанализировать. И сейчас представлю вам полный разбор. Забегая вперед, решение действительно, это интрига некоторая есть. Решение есть еще одно. Но его, правда, в каких-то, в законченном виде его выписать у меня не получилось. Сразу не угадывается и, кажется, не угадается. Какая-то иррациональность будет. Но почему оно будет? Давайте проанализируем поведение такой функции. Только заменим переменную. Давайте напишем, что x равно y плюс 1. И тогда уравнение будет выглядеть так. y плюс 1 в степени y равно 2. И нас интересует y больше минус 1. Нас интересует такой y, что внутри здесь положительное число. То есть начиная с минус 1 мы вот это вот исследуем. Ну и, соответственно, y равно 1 является решением. Мы хотим понять, нет ли решения еще. Как исследовать эту функцию? Ну как? Ну, блин, производную взять. Значит, давайте возьмем dpdy от вот этого y плюс 1 в степени y. Что получится? Как вообще брать такие производные? Нас учили, что надо выделить e в степени, а дальше с логарифмом уже помучаться. e в степени y логарифма y плюс 1. Вот. А dpdy от e в степени что-то это то же самое умножить на производную от того, что сверху. Поэтому мы домножаем то, что фактически было здесь уже, на производную того, что сверху. А это логарифм y плюс 1 плюс y на логарифм штрих. То есть плюс y делить на y плюс 1. И вот именно про эту вот внутренность нам и надо посмотреть, что с ней происходит. То есть как себя ведет производная вот этой функции. То есть вот здесь величина положительная, степень не может быть отрицательной для, ну, соответственно, в той области, в которой она вообще задается и определена, да, там где y плюс 1 больше нуля. Всегда получается положительное число, независимо от того, там, какой y. Вот. Поэтому нужно посмотреть вот это вот число, отрицательное или положительное. И это нам даст информацию о том, как ведет себя производная. Мы тогда поймем, на что нам надо рассчитывать. Ну, как ведет себя производная. Какой знак у этого выражения. Какой знак у этого выражения. Проще всего еще раз подифференцировать. Тогда мы получим, как это сказать, мы получим информацию о том, монотонная эта функция или нет. Нам нужен ее знак. Но прежде всего давайте поймем, монотонна ли она, потому что на самом деле это выражение равно нулю, вот где оно равно нулю, вполне себе угадывается, логарифм y плюс 1 плюс y на y плюс 1 равно нулю, угадывается решение y равно нулю, подставляете просто, да, логарифм 1 0, а тут 0 делить на 1 тоже 0. То есть у нас точка зануления есть, если эта штука монотонна, мы про знак будем все знать, а знак определяет производную этой, да, то есть дважды, да, берем дважды производную. Но на самом деле я предлагаю вам взять производную, там будет 1 на y плюс 1 плюс 1 на y плюс 1 в квадрате, и ясно, что она убывает от минус единицы до бесконечности, строго убывает, и, соответственно, имеет вид вот такой, значит, где-то пересекает 0, пересекает 0 ровно в точке y равно нулю. Вот, то есть производная от этой функции, производная, она вот такая, а значит, что сама функция вначале растет, потом падает, да, получается так у нас. Нет, нет, наоборот, да, наоборот, я неправильно сказал. Смотрите, все не так, все вот так, в другую сторону, давайте я даже сотру, все в другую сторону, я ошибся. Смотрите, смотрите сюда, если я беру производную от этой функции, это 1 на y плюс 1 плюс 1 на y плюс 1 в квадрате, она положительна, хоть она и убывает от плюс бесконечности к нулю, но она все время остается положительной, вот это важно. А раз она положительна, значит, эта функция растет. Вот, поэтому на самом деле функция устроена так, значит, она при y равно минус 1, значит, это минус 1, это 0, вот она как устроена, вот так. И, соответственно, вот эта функция до нуля, вот эта вот функция до нуля отрицательна, а после нуля положительна. Это означает, что сама функция y плюс 1 в степени y убывает до минимума в точке 0, равному 1, потому что 0 плюс 1, 1 в степени 0, 1. И дальше начинает возрастать, поэтому мы уже, да, и, кстати, убывает она с бесконечности, потому что чему равно при y, там при y равно минус 1 плюс epsilon, да, что у меня получается здесь? У меня получается маленькая epsilon в степени маленькая epsilon, да, значит, что это такое? Стоп, маленькая epsilon, простите, в степени epsilon минус 1, то есть примерно, примерно epsilon в минус 1, epsilon для очень маленького epsilon, видите, как все хитро и хитро, исключительно хитро все. То есть если я от минус 1 чуть-чуть отступил, ну, например, минус, минус, минус 99 сотых, что у меня происходит? Это минус 1 плюс 1 сотая, значит, я возвожу 1 сотую, да, в степень минус 99 сотых, да, 1 сотая в степени минус 99 сотых, блин, вот. Это то же самое, что 100 в степени 99 сотых, то есть это примерно 100, вот. Ну, и, соответственно, это, значит, 1 делить на epsilon, где epsilon очень маленькая, то есть из бесконечности стартует, фигачит вниз. Вот, вот, вот она как устроена. Вот, значит, берем эту функцию, вот минус 1, она в бесконечность, нули она равна единице, и дальше тоже фигачит там, ну, дальше она фигачит в бесконечность. И она пересекает двойку ровно в двух местах, в этом и в этом. Это место мы точно знаем, это единица, вот, значит, исходное уравнение x равно 2. А это место непонятно, потому что, ну, например, рассмотрим y равно минус 1 вторая, что у меня получается? 1 вторая в степени 1 вторая, это равно, 1 вторая в степени минус 1 вторая, да? 1 вторая в степени минус 1 вторая, то есть это 2 в степени 1 вторая, это корень из 2. Ага, корень из 2. То есть, если минус 1 вторая, то уже ниже, чем двойка, вот, корень из 2. А для минус 1 трети что у меня получается? Если я взял минус 2 трети, извините, взял, то есть еще дальше сюда залез, минус 2 трети, то минус 2 трети плюс 1 это 1 треть, возводится в степени минус 2 трети, то же самое, что 3 в степени 2 трети, или это корень кубический из 9, примерно 2, но чуть больше 2, потому что корень кубический из 8 это 2, поэтому вот тут уже, ну то есть на самом деле ответ, что решение 2, одно это просто здесь, а второе где-то между минус 1 вторая и минус 2 трети, то есть в исходной ситуации x где-то между 1 третью и 1 второй, вот где-то между ними есть еще одно решение этого уравнения, но оно уже, видимо, задается какими-то иррациональными выражениями, по крайней мере я никаких дробных я тут не вижу, чтобы все посокращалось и все стало хорошо. Вот так, такое каверзное, блин, уравнение, да, вот видите, я даже дважды в процессе его разбора немножко ошибся, по марку совершил. Вот так, прошу любить и жаловать. Огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами, а те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на патреон. Записывайтесь на патрон. Продолжение следует...